Приветствую всех любителей фигурного катания. В ближайшие минуты о главных событиях дня. Глеб Лутфуллин одержал победу на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре. Фигурист Андрей Мазалев прервал выступление в произвольной программе. После падения с четверного Сальхова залахнул, Мазалев стал растерянно скользить по льду и зрители замерли в недоумении не понимая, что происходит, подозревая, что фигурист не может продолжить программу из-за травмы. Спустя время фигурист подъехал к арбитру, оказалось, что у фигуриста слетел шнурок с крючка на правом ботинке и зал выдохнул, что дело не в травме. Перешнуровавшись, фигурист через несколько минут продолжил прокат и занял итоговое четвертое место. Фигурист Марк Кондратюк рассказал, что испытывает проблемы со спиной, фигурист занял третье место. Бывает, просыпаешься и не можешь пошевелиться, я не прыгал сегодня на тренировке, на шестиминутке это был Дупель, тройной Сальхов и тройной Лутц. Думал, если будут прыгать до проката, то не смогу. Постарался сделать все возможное, массажи, заморозили спину, надеюсь, ничего серьезного со спиной нет. Конкретно такая проблема тянется с сегодняшнего утра, я не врач, не могу сказать, но таких острых проблем еще не было, сказал Кондратюк. Фигурист высказался по поводу участия в прыжковом турнире. Пока не готов комментировать, когда приеду в Москву, надо разобраться с проблемой и понять, что делать дальше, отметил он. Также Кондратюк оценил свое выступление в произвольной программе. Было тяжеловато, можно сказать, с физической стороны, это был очень сложный прокат для меня. Я рад, что смог выйти и сделать почти максимум из тех возможностей, которые имею сегодня, добавил спортсмен. Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная побывала в гостях у трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной на канале «Без воды». В интервью она сравнила Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко, рассказала о травмах и переходах. У Алены спросили, как она себя чувствует после операции на бедре. Нормально все, операция прошла хорошо, как и восстановление, было долго и тяжело, потому что устала сидеть и ничего не делать. Меня поддерживали болельщики, но хотелось бы двигаться. У фигуристки спросили, что в последнее время ее преследуют травмы. Сначала она ломала кисть, потом бедро и как-то она сказала, что не хочет остаться без руки. У фигуристки узнали, было ли это сказано на эмоциях или задним числом, она понимает, что нужно было перебороть себя и тренироваться с гипсом, ведь из-за этого она пропустила чемпионат России. Нет, это прошло, и я не сожалею об этом. Так произошло, значит, так надо. Выступать и тренироваться я не могла, тут разные травмы. Сейчас я не могу даже двинуться, мне больно, а там немножко другие факторы. Например, рука в платье не помещалась, меня перекашивала на один бок из-за гипса, говорит фигуристка. Также она ответила, смотрела ли Олимпиаду. Я не смотрела, мне было обидно, что могла там оказаться, поэтому не смотрела. Когда узнала результаты, то поздравила Анну. Даже вырезки программы посмотрела, она достойно откаталась и боролась. Я столько раз видела прокаты Ани, что меня чистый прокат не очень-то удивил, говорит Косторная. Также у нее спросили, анализировала ли она выступление Александры Трусовой. У Алены спросили, если бы Саша не поставила тройной аксель и не упала бы, то могла ли она выиграть. Знаю, что Саша от него не отказалась бы ее не переубедить. Если она так сказала, то она это сделает. Могла выиграть мы в какой-то степени бараны. Если мы хотим, то мы это сделаем, вне зависимости от того, что нам скажут. Саше нужно было прыгать тройной аксель, она пошла его прыгать, говорит Косторная. Также Алена призналась, что не сильно расстроилась из-за отмены чемпионата мира. Ведущая спросила, что после победного чемпионата Европы она должна была ехать на чемпионат мира в статусе главного фаворита. Но пандемия и истечение обстоятельств буквально поломали карьеру фигуристки на взлете. Не то, чтобы поломали, у меня были проблемы со спиной. Перед чемпионатом Европы я плохо тренировалась, на старых наработках выехала, дальше было бы тяжело. Потом я лечилась, чемпионат мира отменили, подумала, что это неплохо. Я действительно так думаю, потому что зачем выходить на лед без элементов. Нужно было улучшать программу, а я сидела дома и лечила спину. Так много травм и диагнозов, которые сначала были серьезными, а потом обострились, сказала Алена. Также Алена рассказала, как в августе 2020 года она уходила от Тутберидзе и что стало причиной. Говорила с ней два раза, один раз меня развернули с КПП в Новогорске, мол, у меня нет пропуска. Мне тогда было 16 лет, все думали, что я передумаю, но нет. У нас в квартире шел ремонт, мы с мамой жили в одной комнате, но тут она уехала. Я позвонила и Терри Георгиевне и сказала, что хочу работать по-другому. Через пять минут вышел пост в моих соцсетях. Позвонила мама и спросила, это что я ответила, что перешла, стало легче. В нас была группа, и к нам прибавляли маленьких спортсменов, но они мешают. У каждого есть свой коридор, но из-за того, что маленькие спортсмены нарушали его своими падениями, то весь поток нарушался. У нас не три человека на льду, чтобы всех пропускать. И пока ты ездишь по кругу, то ты замерзаешь. Ты забываешь навык, становишься вялым. И на тебя орут, чтобы ты катался. Я не привыкла к этому, мне не нравилось то, что у нас на льду не шесть человек, а двенадцать, это травмоопасно. Ко мне никто не прислушался. Поэтому я ушла на другие условия, говорит Косторная. Но все-таки вернулась, говорит ведущая. Вернулась, чтобы влететь в обойму, но это не получилось, отвечает Косторная. У Алены спросили, не было ли чувства стыда, когда возвращалась. Мне было немного обидно, когда брали интервью у меня и Тутберидзе на Первом канале. Сами вопросы вынуждали меня говорить, что была не права, говорит фигуристка. У нее уточняют, что именно в том интервью Этери Георгиевна сказала, что ее дочь Диана уговорила взять Косторную обратно. Да, мы часто общались с Дианой, сейчас нет, потому что у них другой часовой пояс, много тренировок. В один момент были постоянно на связи. Диана в какой-то момент в меня поверила, очень благодарна ей за то, что поговорила с мамой. Условия были такими, тройной Акселе перестать отвечать тренерам. Нужно было переступать через свою гордыню. Когда поняла, что не получается попасть в состав, то решила разойтись, а рука позволила это сделать, говорит Алена. Во второй раз Тутберидзе сама сказала Косторной, что ничего не получится. Она меня подозвала, сказала, что у нас ничего не получается и не получится. Они под меня подстраиваться не хотели, и я под них подстраиваться не хотела. Когда у меня болела рука, я сказала маме, что быстро оттуда уйду. Нужно было всегда иметь запасной план, захотела пойти к Буяновой. Мама спросила, почему не к Мишину, но у Мишина есть Лиза, это Санкт-Петербург, не хотела туда лезть, не смогла бы там тренироваться, говорит Алена. Также она рассказала о первом переходе в Самбо-70 к Тутберидзе, попала к ним на разминку, увидела, что они прыгают и смеются. Но это было во время соревнований, не знала, что происходит на тренировках, между девочками можно посмеяться на тренировке. На тренировке у Тутберидзе тяжело физически и морально, те ресурсы, которые тратишь на достижение цели, не стоит того. К Евгению Плющенко, я перешла за тренером Розановым. У меня получался тройной аксель, у нас с ним был коннект. Он меня тренировал, поддерживал, ничего заоблачного. Я перешла к нему, потому что выучила с ним тот элемент, который поднял меня на вершину, думала, что надо повторить. Прогресс был, но потом были травмы, которые усугублялись. У меня было много травм, и чем старше ты становишься, тем сложнее они переносятся. Там создали все условия, дали и врачей, и ЛФК. Мне сделали все, все было бы хорошо, если бы не мои старые травмы, отвечает фигуристка. Также Алена тремя словами описала Плющенко, Тутберидзе и Буянову. Плющенко — харизма, энергетика, сила воли. Тутберидзе — грация, строгость, добыча результата любыми возможными способами. — Буянова — честность, поддержка, умение направить в нужное русло, — сказала Алена Косторная. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлениях Александры Трусовой в текущем сезоне. В октябре фигуристка покинула группу Этери Тутберидзе и перешла к Светлане Соколовской. Она ушла к новому тренеру, это всегда влияет на спортсмена. Смена тренера грозит потерей формы. Шанс, на то, что форма выправится есть. Шанс есть всегда, — сказала Тарасова. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Натальи Бестемьянова высказалась о форме Александры Трусовой. Трусова начинает приходить в форму и становится похожей на саму себя. Есть конкретный прогресс, но ей еще нужно время на восстановление. У нее отсутствует легкость при прыжке, на тренировке она прыгает хорошо, но в прокате тяжело. Будем смотреть за ней, но считаю, что она становится лучше, — сказала Бестемьянова. Интрига взаимоотношений Первого канала и Александры Трусовой продолжается. Накануне Трусова отказалась объяснить, что же происходит, но прохлада ощущается. Показ фигуристки во время разминки и сам прокат никаких вопросов не вызывает, все как обычно. Но вот во время ожидания оценок, картинка явно отличается от других фигуристов. Трусову все время держат крупным планом, хотя предыдущих и следующих фигуристок показывали и крупным планом и чередовали с общим, чтобы в кадр попадали все тренеры, сидящие на скамейке. Соколовская будто что-то чувствует или знает, иначе как объяснить сказанное ею, если меня слышно, я в нее очень верю. Затем Трусова попросила, а камеру отодвиньте чуть-чуть, чтобы двоих было видно. А еще Саша, взглянув на монитор, где шла трансляция, поняла, в кадре только ее лицо. И попыталась будто втянуть туда Соколовскую, наклонившись с объятиями, и только тогда на экран попала и тренер. Соколовская и Трусова дожидались оценок, а комментаторы молчали 30 секунд. Поклонники находятся в недоумении от этой ситуации. Танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин, фигуристки Дарья Усачева и Майя Хромых не выступят на шестом этапе Гран-при России в Перми. Спортсмены изначально были заявлены на этап, но их имен нет в списке участников, опубликованном Федерацией фигурного катания России. Ранее сообщалось, что Усачева и Хромых еще не восстановились после травм. Соревнования пройдут 26 и 27 ноября. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отсутствии Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в заявке на заключительный этап Гран-при России по фигурному катанию. Так складываются обстоятельства, они тренируются в США, а оттуда тяжело добираться в Россию, к тому же потом можно не прилететь обратно. Да, они собирались принимать участие, но сейчас обстоятельства поменялись, отношения между нашими странами в том числе. У них же там тренеры, а здесь они останутся одни, сказала Тарасова. Предварительный состав участников шестого этапа Гран-при России в Перми на ваших экранах. Среди фаворитов Софья Муравьева, Аделия Петросян, Ксения Синицына, Елизавета Туктамышева, Анна Фролова, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Илья Яблоков и Евгений Семененко. В парах фавориты Анастасия Мишина и Александр Галямов, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков. В танцах Елизавета Пасечник и Максим Некрасов, Софья Тютюнина и Андрей Багин. Расписание турнира на ваших экранах, прямые трансляции покажет сайт Первого канала. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках, и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч.